Субтитры подогнал «Симон» 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 Я таки спустя разные сроки, времена и разные периоды могу сегодня поделиться о молитве за Израиль. И то, как я это сегодня говорю, это совсем не то внутреннее ощущение и переживание, как было когда-то. Но оно какое-то, знаете, более стабильное и надежное. Это вера. Я помолюсь сейчас вместе с вами. Я верю, что Слово Божье это нетленное семя, которое имеет сверхъестественную работу в жизни человека. Я верю, что жизнь человеческая выглядит как поле. Его сердце, его душа выглядит как поле, в которое Бог кладет свое семя. И я верю, что это семя, оно спим ли мы, думаем ли мы или абсолютно бездумны. Может, мы чем-то заняты и забыли. Я верю, что вне зависимости от нашего наблюдения за семенем, оно делает ту работу, которая ему уготована. Если вы когда-нибудь сажали семена, не знаю, как вы, я бывает что-то ткну. Вот недавно обнаружила, что у меня в красивом вазоне на моем подоконнике что-то растет. И я помню, как я положила туда какое-то семечко. Я не могу вспомнить, что это именно было, потому что было это давно. И просто что попало, я бы туда, в эту землю не посадила. Это было, наверное, что-то интересное. Но я не могу вспомнить, что. И когда я посадила землю, землю это семя, оно спряталось. Я совершенно забыла про него и про то, что оно, оно делало, жило в своих процессах внутренних, и оно дало результат. Я верю в то, что слово так работает. Поэтому я молюсь на основании слова твоего, Господь. Сейчас, что твое слово, которое есть истина, которое действительно приходит от тебя, не человеков, оно меняет наши жизни. И оно дает плоды в 30, в 60, во 100 крат. Так говорит твое Писание, на которое мы полагаемся, которое есть свет, которое есть путь и которое наши маркеры, указывающие направление в жизни. Мы благодарим тебя за светильник для ноги и благодарим тебя за то, что ты верный своему слову. Ты делаешь так, поступаешь так, как и открыл нам. Вешем Ишуа, Машия, Хамэм. Итак. Молитва за Израиль. Начну вот с чего. С житейского. Знаете ли, начну с житейского. Прежде чем посмотреть в тексты, говорить о теологии, начну с житейского. Есть некоторые трудности в молитве за Израиль. Молиться за Израиль легко тем людям, которые любят Израиль и любят еврейский народ. Ну то есть реально переживают это чувство. Нам вообще делать всегда легко то, что мы чувствуем или к чему влечет нас сердце. Это особенно легко. И если отвлечемся от молитвы за Израиль, я напомню, что есть такое замечательное в Писании место, которое призывает нас молиться за начальство власти. И вот о трудностях. Я сейчас о трудностях. Достаточно утвержденные в слове и зрелые верующие легко молятся за начальство власти. По крайней мере в нашей стране. Очень сложно людям, которые пострадали или находятся в притесненных тяжелых обстоятельствах сегодня в стране, очень сложно молиться за начальство власти. Потому что так сложилось. И это не разовая ситуация. Это очень распространенное явление, что для большинства, я говорю сейчас об Украине, для большинства людей в Украине начальство власти это злодеи. К сожалению. И Писание нам говорит молиться за них. Обычно автоматически. И когда мы не размышляем, а вот автоматически. Первое, что приходит на ум, когда нам говорят молиться, то нам приходит на ум, что это как бы желать чего-то хорошего. Молиться за кого-то, это значит желать кому-то чего-то доброго. И молиться и желать чего-то доброго людям, в которых видят чуть ли не демонов, видят исчадье ада, зло. Очень сложно. В этом признается Ассав в 72-м псалме, когда он говорит, я смотрел на них, я смотрел на этих власть имеющих людей, этих чиновников, у них от жира выкатились глаза и так далее. Почитайте 72-й псалом. Я смотрел на них, и у меня возникал вопрос, вообще не напрасно ли я смирял душу. Зачем, как бы он говорит в этой песне, зачем я живу эту жизнь притеснения или аскетизма какого-то, я в чем-то себе отказываю, себя ограничиваю ради правды. Зачем? Вот они ни в чем себе не отказывают, и от жира выкатились глаза у них. И у него были такие реальные, знаете, тяжелые для него вопросы. Его финал – это то, что он увидел в святилище. Он был там во время богослужения. Асаф – псалмопевец, человек, который в высшей лиге певцов Яхвы. И он был во время какого-то служения, и он смотрел на жертвоприношение, он смотрел на то, что там происходило, и у него было откровение о том, что будет в конце со злодеями, как бы ему так стало все понятно и ясно. Он говорит, а едва не пошатнулись ноги мои, когда я думал плохо, я думал неправильно, я был бы как скот перед тобой, Господи. И все это продолжало до тех пор, пока я не вошел во святилище, не уразумел финал безбожной жизни, конец их, он говорит, если дословно. То есть, про что я? Обычная человеческая реакция – это не желать добра тому, кто нам причиняет зло. И естественно, человеческая реакция – нежелание молиться, потому что молитва – это добро, за тех, кто в наших глазах представляет какое-то демонизированное существо. Здесь нам все понятно. И когда мы учим людей о молитве за начальство и власти, и если мы откроем с вами 1 Тимофея 2 главу и прочитаем 1, 2, 3 стихи, то там написано о том, что начну в обратном порядке из 3, 2, 1, там написано, что, во-первых, это угодно Богу нашему и Спасителю. Во-первых, этого хочет Бог, чтобы мы это делали. Чего же он хочет? Он хочет, чтобы каждый человек спасся. Это его воля. Не потому, как мы выбираем хороших или плохих, а вообще все человечество хочет спасти Бог. Он так хочет. Он так хочет. Такая его суверенная воля. И в понятие человеки входят разные человеки и начальство в том числе. Молитесь же за всех человеков, таких-таких, за начальство и власти. Это как бы перечень. Чтобы про них не забыли, потому что они тоже человеки, этого не стоит забывать. И мы смиряемся. И для того, чтобы нам легко было смириться под это слово, написано, дабы вам вести жестихую безмятежную. Молитесь о начальствах и властях, чтобы вам вести жестихую безмятежную. В общем, человек разумный, он должен понять, что его жизнь, она зависит от этих, если даже твой начальник, он сущий негодяй. Как бы ты его не ненавидел, если у тебя разум в порядке все-таки, то ты должен понимать, что твоя жизнь от этого негодяя зависит. Как бы нам не хотелось признавать, наша жизнь, она зависит от начальства и власти. И в Новом Завете написано, что чтобы тебе вести жестихую безмятежную, тебе нужно очень сильно постараться и молиться за то, чтобы начальство и власти, от которых зависит твоя жизнь или качество твоей жизни в твоем городе, чтобы Бог что-то с ними там делал, чтобы в конечном итоге у тебя было все в порядке. Вот такая зависимость. Я думаю, что если бы мы с вами не понимали этой зависимости, очень было бы маленький шанс существования такой молитвы вообще в практике. Маленький. То есть это молились бы отдельные только люди, которых такое, знаете, высокое откровение о начальствах и властях, а люди, простые люди бы не молились. Поэтому Бог показывает зависимость. Итак, как еще выглядит зависимость от общества вокруг нас? Предположим, вы находитесь на одной лодке, на одном корабле. И на этом корабле находится в переводе заключенных. Заключенные просто мерзавцы, недостойные жизни. Они сделали такой кошмар, они совершили такие преступления, что на людей они не похожи. И совершенно непонятно, стоит ли таким людям оставаться живыми на земле. Вот предположим, вы находитесь на одном сотне с такими людьми. И Бог поражает этих людей каким-то наказанием, болезнью. Болезнью. Ковидом. Вот ковидом. Очень в наше время интересно ковидом. Эти люди начинают умирать от сопутствующих болезней. И мы понимаем, что они наказаны за то преступление, которое они совершили. Но вот в чем проблема. Мы же тоже на этом корабле. И мы заражаемся. И начинаем страдать. И что же нам делать? Нам нужно искренне желать, чтобы не болели не только мы, но и прекратилось поражение у тех злодеев. Вот такая у нас зависимость вообще во всем этом мире. И об этом, или примерно об этом, говорит послание Тимофею апостол Павел. о такой зависимости. Так вот, я сейчас перейду к молитве за Израиль. Я говорила о жизненном поговорим. Совсем недавно в соцсетях было очень бурное обсуждение после посещения группой хасидов в Умане. И, в общем-то, последние годы это происходит каждый год. и в сетях показывают вот эти фотографии, вот эти видео, все, что происходит на границе, какой беспорядок оставляют после себя гости на свои святые места, которые приезжают. и уже ведутся дебаты, чтобы это все прекратилось перенести тело покойного Рэбе, который они посещают все время на Рошашина, и что это тело не может переехать в Израиль, потому что у Большинтова было завещание, что он похоронен должен быть только там в Умане. В общем, вокруг этого много очень событий, новостей. То есть, я не говорю о чем-то, знаете, за кулисом это открытая информация и по новостям мы каждый год, знаете, как в том фильме с легким паром 31 января ходили в баню, то мы на Рошашина стабильно видим одни и те же репортажи из Умани, когда хасиды посещают свое святое место. И если вы посмотрите, то ничего доброго и хорошего вы не услышите, ругают, ругают, их очень ругают. обзывают. Говорят очень гадкие вещи о них, а потом автоматически о евреях вообще. О евреях вообще. И вот в чем проблема? В чем проблема? Я сейчас говорю, помните, я начала, что есть проблемы, когда мы говорим о молитве за Израиль. И ладно, те, кто любят Израиль, им легко молиться, но вот как же и участвуют в этих скандалах, участвуют очень часто христиане, постят эти грязные такие очень некрасивые видео на своей странице, делают такой балаган, и как бы вокруг этого на своих страницах в фейсбуках начинаются антисемитские скандалы, и делают это верующие люди. И после этого сказать, давайте молиться за Израиль, и иногда некоторые такие пытаются это сделать, начинается очень грязная антисемитская волна против еврейского народа. И что же нам делать? Во-первых, нельзя ни в коем случае опускаться на этот уровень, сейчас я скажу, какой, сейчас я религиозных людей видеть весь Израиль в группе религиозных людей. Когда смотрят на эту группу, то говорят Израиль. Так уж повелось, можно воду, так уж повелось, так принято, глядя на религиозных, смотреть на Израиль вообще, но это очень однобокая нечестная картина. Религиозная группа израильтян, конкретной, причем конфессии, не является лицом Израиля. Как бы, может, ну они так говорят, что они истинные евреи, все остальные не истинные евреи. Неважно, кто что говорит, для нас основанием вообще, тем более в молитве, должно быть только писание, только слово Божье. Оно является тем, на основании чего мы что-то как верующие люди делаем. И в римлянам 10 главе, я вернусь к этой теме, в римлянам 10 главе написано, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. свидетельствую свидетельствую что имею ревность по Богу и не по рассуждению. Еще раз, Павел говорит, я имею ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить праведность собственную, они не покорились Божьей праведности. Смотрите, что, собственно говоря, говорит апостол Павел. Он говорит, они не покорились Божьей праведности. Они живут в своей собственной праведности. Ай-яй-яй, какие же они, ай-яй-яй, ну, как бы, вроде как так им и надо, если с ними все будет плохо, ведь они не покорились Божьей праведности. Но Павел говорит, а я, понимая все это, я, осознавая все это, молюсь Богу об Израиле во спасение. Я вижу проблему, он говорит. Я вижу проблему, но я молюсь во спасение. Принцип Нового Завета к верующим стоит в молитве, вообще в нашей деятельности, в добре, которое мы должны творить. Принцип таков, что мы должны его творить, то есть свет из нас должен исходить, из нас должно выходить добро, исходить добро, не потому, что мы реакционные люди отвечаем на то, что вот ты мне сделаешь добро, и я отреагирую, отплачу тебя тем же. Писание, Новый Завет, Нагорная проповедь, она говорит, что если такова, таково твое кредо, если ты так действуешь, думаешь, то ты в общем-то тленный смертный человек, такой как все, то есть вопрос Нового Завета, вопрос твоих отношений с Богом, того, кто ты есть, как Машихим, он здесь вообще не присутствует, человек, в котором горит Божий свет, он его открывает, потому что он в нем есть, а не потому что ему сделали добро, и это проактивное поведение, это проактивная жизнь, не реакционная, а проактивная, я делаю добро, потому что во мне есть добро от моего Бога, я светом открываю свет, потому что у меня есть свет от Бога, я могу прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это имею, я не завишу от того, что ты мне не сделал добра, или какой-то еврей мне не сделал добра, поэтому вот я теперь не буду молиться об евреях, вот когда мне евреи сделают добро, тогда я буду на них, или о них там молиться, да, это моя причина молитвы, она не связана с тем, как живет сегодня еврейский мир, как сегодня ведет себя Израиль, вообще не связана. И Божье сердце об Израиле не связано с поведением Израиля, не связано с тем, в каком положении сегодня находится Израиль, в каком находился, в каком будет находиться. Это непреложное, неизменное отношение Бога к его народу, не в зависимости от того, красиво или некрасиво, заслуженно или незаслуженно себя ведет сегодня Израиль. И это вообще основы Нагорной проповеди, основы Нового Завета. Если мы их можем употреблять или понимать их по отношению ко всем, то почему по отношению к Израилю очень часто это прекращает работать, это очень странно. Если вот так нелогично это происходит, это уже антисемитизм, потому что должна же быть какая-то причина. Итак, давайте все-таки в Писание вернемся. Римлянам, 9 глава, 27 стих. Сейчас мы туда придем. Я хочу поговорить о части. Все-таки я начала с этого житейского недавнего, причем совсем недавно. Эти события были, примера скандала вокруг хасидов в Умани. Смотрите, что всегда нужно понимать. Вот это слово отчасти, оно в Библии, вот сейчас мы его посмотрим в 9 главе римлян. Если его не понимать, если его не замечать, то я думаю, что вот вообще тогда, мы вообще тогда не понимаем. Тему Израиля, послание об Израиле, молитву об Израиле, откровение об Израиле мы не имеем. Когда мы видим группу негодяев украинцев, мы не говорим украинцы все негодяи. Когда мы видим, не знаю, там поляков, которые... Я встречалась с людьми, которые такие польские националисты. И эта группа, они были именно при границе с Украиной. И они очень сильно не любили украинцев, которые приезжали или приезжают на территорию Польши сейчас. И это их национальная вражда и ненависть, она связана с историей, с давней историей между Польшей и Украиной, кровопролитие и прочее. И я когда смотрела на эту группу людей, я не могу сказать, что поляки, они все украиноненавистные. Но какая-то группа, да, она присутствует. Если... Ну и так далее. Ну так далее, давайте болезненный момент возьмем. Я не могу сказать, что все русские негодяи. У меня в России есть, буквально сегодня переписывались друзья в Москве, которые любят Украину, которые приезжают сюда, которые молятся за Украину. И у нас с ними прекрасные отношения. Я не страдаю обобщением. И никто не должен страдать обобщением. Мы не можем сказать, что немцы это фашисты. Потому что это будет неправда. Мы не можем сказать, что все итальянцы католики. Причем, как правило, так вот обобщение ни к одному народу, оно не имеет отношения. Но когда идет речь о евреях, тут все время все как-то вот так вот скомкивается. Все время происходит такая одна большая кашка. И отчасти, когда мы смотрим на конфликт в Умане, мы должны понимать, что это группа людей, а не Израиль и Божий народ. Когда мы понимаем, что к Пилату на суд, когда пришли и востребовали казнить Ишуа и помиловать Вараву, что там не был весь еврейский народ. Там находилась группа религиозных лидеров. И нельзя говорить, что все евреи распяли Иисуса Христа. Но мы очень часто встречаемся с таким вот феноменом, когда есть обвинение в убийстве Бога, прямо лежащим на еврейском народе. Отчасти слово встречается в римлянам, 9 главе. И это слово также говорит о том, что отпадение еврейского народа произошло отчасти. То есть не Израиль отпал от Бога, а часть Израиля отпала от Бога. Это такое маленькое одно слово в большой главе, которое по идее должно задать вопрос. А что с остальной частью, которая получается не отпала? Ну давайте посмотрим, где это написано. Чтобы быть точнее. Я знаю прекрасно, но все время, когда есть. Это 25 стих, да. 11 глава, простите, 11 глава. Не 9, не 10, 11. Прекрасная 11 глава. 11 глава. Я надеюсь, вы за мной следите. 25 стих. Здесь написано. Не хочу вас, братья, оставить. Оттайнь этой. Чтобы вы не мечтали о себе, но ожесточение произошло в Израиле отчасти. Ожесточение сердца, ожесточение народа по отношению к Богу, к Мессии. Отчасти. И мало того, еще и на какое-то время, пока не совершится полнота у язычников, и тут отдельная теология, потому что ни слова времени, ни слова число в оригинале не присутствует. Если вы, я надеюсь, следите за текстом, вы открыли вместе со мной 11 главу римлянам. 25 стих. Здесь два слова вставлены курсимом. Если вы читаете традиционный перевод, синодальный. Но если вы смотрите электронную версию, я вам скажу, какие слова в оригинале не присутствуют. Последнее предложение, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, вот этого слова нет в оригинале, до времени, пока не войдет полное, и слово число язычников тоже не присутствует. Время и число не стоят, эти два слова не находятся в оригинале. Но что же там написано? Там написано, что часть Израиля, только часть Израиля, она отпала в ожесточении своем от Бога. Это будет происходить до тех пор, пока не исполнится языческий мир, не наполнится полнотой. И полнотой, наполняющей все во все, там стоит то же самое слово, которое указывает на Ешуа, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Итак, помните, я сейчас все свои разговоры попытаюсь свести в одну единую цель. Помните, я говорила о зависимости, о зависимости от начальства и властей, о зависимости на одном корабле, когда больные люди и небольные находятся на одном корабле. И для того, чтобы быть одним здоровым, нужно очень сильно хотеть выздоровления тех, кто болен, чтобы не заразиться. Вот эта зависимость, она очень ясно описана в 25 стихе послания к кремлинам, 11 главе. Тут написано, что полнота в языческую составляющую церкви, она придет тогда, когда закончится время ожесточения в Израиле. Еще раз. Сегодня очень многие молятся о пробуждении в церкви, о наполнении там церковных стен спасенными людьми, о присутствии Божьем, о том, чтобы чудеса и знамения наполняли тело Христова. Молятся о всем хорошем, хорошем, и вы, наверное, сами знаете, вы сами, наверное, молитесь о всем хорошем и хорошем. На самом деле, то, чего мы желаем, мы желаем того совершенства, которое видим в текстах Писания, мы видим, что возможно, и мы хотим этого. Мы хотим, чтобы мертвые воскресали, мы хотим, чтобы проказа уходила, мы хотим слово знания, слово мудрости, мы хотим всего этого, хотим. Мы хотим чудес, мы хотим присутствия, мы хотим всего того, что мы узнали из Библии, как о возможном. Но в 11 главе римлянам написано, что есть такая тайна, которую открывает перед нами Раби Шауль, апостол Павел. И он говорит, я вас не хочу лишить, без этой информации оставить. Я не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Чтобы вы о себе не мечтали, ну, прийти вот во все то желаемое, о котором я только что говорила, во все эти чудеса, знамения, во всю эту прекрасную полноту Божью, без еврейской составляющей. Бог нас сделал зависимыми, как людей от начальства властей, дабы и вести им же стихую безмятежную, так и тело Христово он не оставил вне зависимости от спасения еврейского народа. Он говорит, ты будешь иметь полноту тогда, когда закончится вот это частичное ожесточение в Израиле. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова. И это завет им от меня, когда снимут с них грехи их, когда я сам сниму с них грехи. И когда мы молимся сегодня о спасении еврейского народа, мы на самом деле просим себе одновременно. Не то чтобы же стихую безмятежную, но просим для себя полноты Божьей. И поэтому, я думаю, ранее мы все это место знаем, что тот, кто благословит Авраама, тот будет благословен. Это зависимость определенная. Если ты хочешь жить благословенно, ты благословляешь Авраама, потомков, его семьи. Даже если они приехали на могилу Балшинтова и навели там полный беспорядок. Вели себя отвратительно. И в самолетах они там то и то сделали. Я просто очень много читала в этот период всего этого неподобства, знаете. И я думала, Боже мой, как вот сейчас вот в этом всем начать говорить об Израиле. То если бы были яйца на фейсбуке, такие реальные, то они бы полетели в меня при малейшей попытке поговорить на эту тему. Исайя, 10 глава, 22-23 стих. Там было пророчество, когда Бог говорит о том, что будет спасен остаток. И написано, что суды Божьи будут, но они будут справедливы. Не надо думать, что суды Божьи, они вот какие-то, знаете, там, что он у него двойные стандартные, или он лицеприятен Бог. Бог, он не такой. И суды его они справедливы. И спасется остаток. И это, речь шла о плене, о возвращении из плена еврейского народа. И, конечно же, конечно же, читая всю эту историю, причину, по которой Израиль все-таки попал в плен, мы понимаем, что... Давайте я, возможно, сейчас текст этот прочту. Ну вот, 10, да, это, как я сказала, 10 глава Исайи. Тут, разумеется, Исайя, он знает, вот он знает, что народ Божий, он... Его губят не ассирийцы, а отступничество. Он это понимает, что эти суды, они пришли на народ за отступничество. Он понимает, что они забыли Бога, они нарушили Тору. Даже те верные, которые были в народе до ассирийского нашествия и разгрома, они никуда ж не исчезают. Их верность становится еще заметнее на фоне вот этих трудностей. И на фоне всеобщего отступничества. Но именно в день суда все встанет на свои места. Все маски, они спадут во время Божьего посещения. И тайное станет явным. А без такого суда невозможно и наступление мессианского царства. Невозможно. Того царства, наступлением которого, в общем-то, будет завершаться земная история. Ну, в том смысле, в котором мы ее понимаем. И суды Божьи, они справедливые. Написано, остаток спасется. Когда это пророчество было сказано, это было время примерно за две сотни лет до того, как это начало происходить. И пророк, интересное очень место, пророк Самуил. Пророк Самуил очень интересную вещь говорит, что я не допущу себе греха перед Господом, послушайте, чтобы перестать молиться за вас. И я буду наставлять вас на добрый, будьте прямой. Я не допущу себе греха перед Господом. Даже если вы, как народ, согрешаете. Даже если вы забыли Господа, отступили от Него. Даже если вы пришли, выдала поклонство. А на протяжении всей истории Израиля мы видим эти качели регулярные. Туда-сюда, туда-сюда. Даже если все это происходит. Нам, как телу Христову, необходимо иметь такое сердце, как Самуила, чтобы сказать себе, я не допущу себе греха. Я не допущу себе греха перестать молиться о тебе, Израиль. И это одна из причин. Не надо допускать себе греха о молитве такой. Увы, не умолкающие перед Господом, ну там скорее нужно считать, увы, которые перед Господом, вы не умолкайте перед Господом, постоянно напоминая Ему. А что Богу нужно напоминать? Я думаю, Его обетование. Приходить в молитве за Израиль с обещаниями. Не умолкайте перед Господом, напоминая Ему, принося Ему, Его обетование об Израиле. Не умолкайте. Иногда, может, это вообще поможет относительно любой молитвы, когда вам не хочется молиться. Вообще. Я думаю, что передо мной были достаточно хорошие послания спикеров о молитвах вообще, о разных дисциплинах. Но, возможно, об этом уже была речь. Когда вам не хочется за кого-то молиться, по какой-то причине, да надоело там все, или вы не видите своими глазами никаких изменений. Бывает такое, что это нормально для человека. Всякая долго не сбывшаяся мечта, она печалит сердце, притчи говорят. Печаль в сердце приходит. Да, такое даже какая-то депрессия может быть, когда ты чего-то очень сильно ждешь, ты ждешь, оно не происходит. Возьмите просто такую практику. Называйте несуществующее, как существующее. Если, ну, просто вот так бери, вопреки тому, что ты видишь, называй диаметрально противоположное. Если ты видишь, что семья, за которую ты молишься, она не спасает это, я провозглашаю, что они спасены, что они знают Бога, что их сердце сломлено перед Господом, что они сокрушены, что они на коленях. Вот так просто, просто называй. Называй. Не надо себя щипать, чтобы что-то там начать чувствовать. Просто делай духовную работу. Просто ее делай. Будь делателем. Об Израиле. Не возьмем на себя греха, как мессианское тело. Не возьмем на себя греха перестать молиться. Слова Саула. Не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться. Второе. Помните, что Бог нас специально, намеренно не сделал независимыми от ситуации в еврейском народе. Если ты пришел в такое понимание, что ну я спасся, со мной все в порядке, не то, что эти, не то, что эти, то уже само по себе это утопия, это обман, это обольщение и неправда. И как бы ты там не греб к своей личной цели, ну куда-то, конечно, можно догрести немножечко человеческими усилиями, но конечной цели навряд ли получится. Господь желает, чтобы мы молились о еврейском народе, как Павел, который говорит, молитва моя об Израиле. Мы должны, если мы хотим, полноты, наполняющие все во всем, которая проявится в теле Христовом, которая проявится в твоем служении, благословляя, благословляя, благословляя Израиль. Не надо смотреть на их дела, не надо смотреть на поступки. Если ты не еврей, и тебе это какой-то чужой народ, и ты не понимаешь, зачем оно тебе все надо, просто послушайся. Бог хочет, Писание говорит, хочет, чтобы народ был спасен. Бог говорит тебе, что спасется по-любому, спасется по-любому. Бог говорит, что по тексту буквально, что от падения Израиля только от счастья и только до времени. Бог говорит нам молиться даже за тех, кто нам очень сильно не нравится, за тех, даже кто нас обижает. У меня приготовлен большой список местописаний о молитве за Израиль. И я на протяжении, возвращаясь к началу своего послания, на протяжении вот этих 22 лет, в которых я так или иначе участвовала в этих молитвах, страстно или нехотя, скажу вам, что, наверное, я должна была бы их все даже уже наизусть помнить, все эти проповеди. И вот пройдя такой период времени, я могу сказать, что постоянная мотивация, вот самомотивация, мотивация других людей в молитве за Израиль, она становится, ну, что ли, бессильна, она заканчивается. Если все время искать что-то такое новенькое, эдакое, чем промотивировать людей в молитве, да в любой, ну, про любую уже говорили, я о молитве за Израиль, то она заканчивается. Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь я до тех пор, пока не сделает Бог. Давайте его прочитаем. Так, это у меня новый совет. На иврите помню на... Не на иврите, не помню. Шидо. Исайя, да? 62. Ну, это весь... Откройте, пожалуйста, Исайя 62 главу. Вот это одна из молитв или песен, которые я выучила 22 года назад, до сих пор ее помню. Вот так-то. Исайя 62 глава. Он сам себе дает такое... Заточает себя. И смотрите, почему я говорю о самомотивации или длительной мотивации. Вы знаете, вы примите просто один раз решение и просто делайте это, потому что в этом есть воля Божья. Не ждите, что кто-то должен в вас возбуждать каждый раз такую страсть и желание делать правильные вещи. Смотрите, что говорит Исайя 62 глава. Не умокну ради Сеона и ради Иерусалима не успокоюсь я, доколе не взойдет как свет правда его и спасение его как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари славу твою и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И ты будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на дна не Бога твоего. И так далее. 62 Псалом. Читайте. Вы можете молиться этим. Просто примите решение молиться за Израиль. Потому что это угодно. Потому что ты от этого будешь благословен. Потому что твоя церковь от этого будет благословена. Потому что твоя семья будет от этого благословена. Возможно, ты этого не чувствуешь. Так написано. Если мы верим в Богу, который это сказал, то и об Израиле то, что он сказал верно. Точно так же. Да? И аминь. Давайте помолимся вот этим, вот этой 62 Исаи, вот этим текстом. я хочу от вашего лица сделать исповедание про возглашение. Вы его послушайте. И если вы с ним согласны и готовы в это подвязаться, скажите аминь. Господь, я принимаю решение. Не в зависимости от чувств, эмоций, не в зависимости от того, что видят мои глаза, и, возможно, не в зависимости от того, когда я раздражен или мне не нравится там, то, что происходит среди еврейского народа или среди, давай, части еврейского народа, я принимаю решение. Я не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима я не успокоюсь до тех пор, пока не взойдет, как свет, его правда и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, Иерусалим. И все цари славу твою и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь ты венцом славы в руке Господа с царской диадемой на длани Бога твоего. И не будут тебя называть оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но назовут тебя так. Ты Божье благоволение, мое благоволение к Нему. А землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается, как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Аминь. О, вы, напоминайте Господу о его обещаниях, которые он высказал по отношению к еврейскому народу. Не умолкайте. И, Господь, мы молимся, мы молимся сейчас, снова поднимаем свой голос. Ты сказал, чтобы мы не умолкали, что мы стражи, да, и мы, когда мы молимся, мы понимаем, что мы совершаем стражу. И ты сказал нам, чтобы мы не умолкали, и мы сейчас поднимаем, мы напоминаем тебе, Господь. Мы напоминаем тебе и будем напоминать до тех пор, пока ты не восстановишь и до тех пор, пока ты не сделаешь Иерусалим славою на земле. Ты и поклялся деснице своей и крепкой мышце своей. Не дам зерна боли в пищу врагам твоим и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его будут пить его и славить Господа. Ты сказал, собирающие виноград будут пить вино. Его во дворах в святилище моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дороги. Ты сказал, убирайте камни, ты сказал, поднимите знамя для народа. Боже, мы поднимаем это слово перед тобою и Боже, и Боже, если это только возможно. Исправь мое сердце, чтобы я был тем человеком, который будет употреблен тобой, чтобы ровнять, ровнять дорогу, убирать камни и поднимать знамя для народов. Чтобы мы могли просто трубить вот это твое пророчество, напоминать твое слово. А сейчас мы его поднимаем перед тобою, ты сказал это, пусть это будет реальностью. Ты сказал, вот Господь объявляет до конца земли, скажите, дочери Сеона грядет спаситель твой, награда его с ним, воздаяние его перед ним, назовут их святым народом, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, не оставленным. Боже, мы поднимаем перед тобою вот эти вот твои слова. Ты сказал, что что этот город взысканным будет, а народ назовется святым и искупленным от Господа. Ты так сказал. И мы сейчас провозглашаем это слово, мы провозглашаем вот это объявление до конца земли. И мы говорим дочери Сеона, дочь Сеона, грядет твой спаситель, грядет твой избавитель. Дочь Сеона, мы говорим награда его с ним и воздаяние его перед ним. Мы молимся за тебя, еврейский народ, и мы говорим вставай с колен, мы говорим, что свет Мессии, он озаряет твою землю, озаряет твое сердце, озаряет умы. Мы провозглашаем, что ты узнаешь своего Господа. Мы призываем Господь времена вот этого дождя позднего, который и зальет милость твою, и зальет твою благодать, что узрят того, которого пронзили, возрыдают, как рыдают о первенце. Мы молимся сейчас, и мы знаем, что ты сделаешь ты, Господь, потому что ты поклялся, ты сказал, что весь Израиль спасется, и мы не умолкая продолжаем напоминать тебе о твоих обещаниях. Исполни, Господь, исполни, исполни, пусть приблизится этот день спасения, пусть мы все увидим радость спасения твоего народа, пусть мы все будем на этом пире, когда возвращается твой сын, и пусть, Господи, не будет никого, ни у кого не останется такого сердца, как у старшего сына, который не смог радоваться с отцом, он остался за пределами пира, он не смог зайти на эту радость, в эту радость семейную, когда отец встретил блудного сына и радовался, и принимал его, и было веселье. Боже, я молюсь также, чтобы не осталось ни одного человека, ни одного верующего, ни одного христианина, который бы остался в этой роли, злости, и как бы обиды, конкуренции, и непрощения к еврейскому народу. И мы говорим Израилю, ты возвращаешься, мы говорим, ты принят, мы говорим, что Отец приготовил для тебя перстень, спасибо тебе, Господь, за твое слово, которое творит чудеса выше нашего разума, выше ожиданий, выше всех. ты наш царь. Ишуа Машея Хамэн, царь Израиль, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok